Не было понимания и желания присутствовать на YouTube тоже. Зачем я вообще завела YouTube-канал? Я это всё сейчас рассматриваю как часть какого-то учебного процесса. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Аня. Уже 10 лет я живу во Франции, из которых 10 лет прожила в Париже. И буквально в марте этого года я переехала на Атлантическое побережье, в небольшой город Байона. И здесь на канале я делюсь своими ежедневными влогами, разговорными видео или видео из путешествий. Поэтому, если тебе интересно смотреть, то, пожалуйста, не забудь подписаться. Сегодня у меня небольшой юбилей. Это 10-е видео, которое я публикую на этом канале. Точнее, технически это, конечно, не 10-е видео, видео больше. Но это 10-е видео с того момента, когда я решила действительно взяться за свой канал и постить регулярно. Это значит, что уже 10 недель я регулярно записываю видео, обрабатываю его, делаю монтаж и публикую. И это для меня огромное достижение, потому что, если вы меня смотрите уже какое-то время, я уже в каких-то видео упоминала, что у меня есть проблемы с регулярностью, есть проблемы с дисциплиной. И то, что это видео, 10-е, выходит ровно по графику, для меня уже это большое достижение. Поэтому сегодня я хотела бы поговорить, зачем я вообще завела YouTube-канал в 2021 году, когда может показаться, что эта площадка уже невероятно сатурирована, заполнена другими креаторами, и найти свою аудиторию и как-то прорваться в огромном количестве контента, которое ежедневно создается и загружается здесь, довольно сложно. На самом деле, говорить то, что я завела свой YouTube-канал в 2021 году, это не совсем правда, потому что мой канал существует, по-моему, с 2015 года, а свое первое видео я здесь опубликовала около 4-х лет назад. Но опубликовала эти видео я абсолютно нерегулярно, у меня могло выйти один или два видео за год, и опубликовала я их без какой-то цели, без какой-то логики того, что это может действительно быть канал, где люди от тебя ждут регулярного контента. Почему было так? Потому что я сама не была потребителем контента в YouTube, я сама, на самом деле, очень немного смотрела YouTube, я фоловила исключительно нескольких людей, которых я фоловила в Instagram, и на кого мне иногда было бы интересно посмотреть тоже в формате видео, а не только фото, и поэтому у меня как-то не было понимания и желания присутствовать на YouTube тоже. Более того, моей основной площадкой всегда был и, наверное, до сих пор остается на сегодняшний день Instagram. Это то место, где я регулярно делаю какие-то публикации уже очень много лет, это то место, где я делаю спонсорские публикации. По сути, Instagram — это именно та площадка, которая позволила мне в какой-то момент уйти из офиса и начать работать создателем контента на фрилансе. Поэтому последние годы мое основное внимание занимал именно Instagram, и YouTube для меня это была как абсолютно другая сложная социальная сеть, хотя YouTube, по сути, это не совсем социальная сеть, но тем не менее, для меня YouTube — это была какая-то другая площадка, которая, я знала, изначально будет занимать огромное количество времени, которая требует огромного внимания, регулярности и дисциплины от своих креаторов, и я понимала то, что на данный момент мне очень сложно будет совмещать активную работу в Instagram и в YouTube. Более того, у меня была очень большая дилемма с тем, на каком языке вести свой YouTube, потому что Instagram-аккаунт, я всегда его ввела на английском языке, блог, который у меня, кстати, тоже есть, я его ввела в один момент на английском и на русском, потом в какой-то момент стала писать то на английском, то на русском, сейчас в итоге я вообще его забросила. И у меня был очень большой вопрос того, на каком же языке вести свой YouTube-канал, с учетом того, что я думала, что моя аудитория из YouTube просто очень гармонично и плавно перетечет, или перетекет из Instagram в YouTube, и так как у меня большая часть аудитории там англоязычная, я думала, что логично было бы ввести YouTube на английском языке тоже. Но сама мысль о том, что мне бы приходилось говорить на камеру на английском языке, она очень сильно меня тормозила, потому что все равно в YouTube и лично мне, да, как тоже как зрителю YouTube, мне очень нравится какая-то спонтанность, мне очень нравится смотреть на кого-то, во-первых, кто достаточно уютно себя чувствует перед камерой, и во-вторых, у кого более или менее плавная, точнее не плавная, а как бы такая струящаяся речь. У меня такой речи на английском языке нет, и я знаю то, что записывая я видео на английском языке, я бы очень сильно комплексовала по поводу своего акцента, комплексовала бы по поводу того, какие бы мне прилетали комментарии к ошибкам, которые я делаю, и так далее. И таким образом я себя как бы удерживала от того, чтобы начать свой YouTube-канал, и поэтому моим главным порогом и тормозом того, чтобы начать YouTube-канал, была идея о том, что моя аудитория англоязычная из Инстаграма плавно перетечет сюда на YouTube, и, следовательно, я должна вести YouTube на английском, а для меня это боль, и я знаю то, что я бы, во-первых, мне было сложно первое время сидеть и разговаривать перед камерой, то есть это уже был своего рода порог для записи видео, и, во-вторых, помимо того, что мне было бы сложно, в принципе, говорить на камеру, мне бы приходилось это делать на языке, который не является моим родным языком. И, переехав сюда в Байон, в какой-то момент, во-первых, у меня появилось как будто бы больше времени, потому что расстояния здесь совсем другие, и как-то, в принципе, отвлечений, да, всяких кафе, кино, музеев здесь гораздо меньше, плюс мы переехали в самый такой, как бы, локдаун, когда очень много чего было закрыто, и у меня появилось какое-то большое количество времени, и я сама стала суперактивно потреблять YouTube-контент, наконец-то, в 2021 году. И мне настолько захотелось тоже стать частью этой площадки, что я вот как-то загорелась этой идеей возрождать свой YouTube. И плюс, почему-то у меня очень явно возникло желание создавать контент на русском языке. То есть, опять же, повторюсь, что в Instagram я практически всегда пишу только на английском языке, и здесь у меня возникло огромное желание делиться чем-то, рассказывать что-то на моем родном русском языке. Вот, и поэтому я решила, что начну YouTube на русском, а дальше посмотрим. Более того, что меня очень сильно привлекает в YouTube, так это создание контента самостоятельно. Я с этого начинала в Instagram, я просто постила красивые картинки Парижа, я постила какие-то гиды с местами, где попить кофе, где покушать и так далее, и сама на фото я никогда не присутствовала. И мне очень нравился как раз-таки вот этот вот момент просто создания контента самой, самостоятельно. То есть, я не нуждалась ни в ком, чтобы мне помогли сделать эти фотографии. Потом, когда уже пришли какие-то спонсорские публикации с одеждой или с какими-то вещами, где мое непосредственное присутствие на фотографии подразумевало под собой то, что я буду работать с фотографом, либо с видеографом, либо мне постоянно нужен будет кто-то, кто бы мне помог создавать эти фотографии. Это, опять же, немного утяжеляет процесс. А в YouTube меня очень сильно привлекает на данном этапе тот момент, что весь контент я могу делать сама. То есть, я могу, опять же, просто пойти, уйти куда-то с камерой, поговорить на камеру. Я могу делать какой-то контент прямо из дома. Вот это меня прям очень сейчас сильно вдохновляет, мотивирует. Как будто бы у меня появляется какой-то вот этот вот авторесурс постоянно что-то делать. Очень мне нравится тот момент, что здесь я ни от кого не завишу в плане создания контента и могу все делать сама от начала и до конца. Более того, сам формат видео, он мне просто как-то дико интересен стал. Я думаю, то, что это какая-то, видимо, общая тенденция в мире, либо я, опять же, нахожусь в каком-то своем информационном пузыре, и мне кажется, что всем видео, в принципе, интересно. Я все время как-то стараюсь на все смотреть через призму того, что интересно мне самой. Так вот, мне самой сейчас в последнее время именно видеоформат интересно смотреть. Мне интересно смотреть Rilse, мне интересно смотреть IGTV, мне, естественно, интересно смотреть YouTube. Просто фотографии, хоть я и абсолютно не хочу обесценить труд инстаграмеров, потому что я сама этим занимаюсь, я сама прекрасно понимаю, какой это труд. Тем не менее, мне самой сейчас гораздо приятнее и интереснее потреблять видеоконтент. И поэтому мне самой очень сильно нравится развиваться в этом. Мне очень сильно нравится то, что, в принципе, формат видео, он достаточно новый для меня. То есть у меня до сих пор здесь есть огромное количество того, чему научиться. Научиться каким-то фишкам съемки, научиться каким-то трюкам в монтаже. В общем, для меня еще здесь огромное непаханное поле всего того, что новое, и для меня это прям тоже огромная мотивация. Мне суперинтересно все вот это новое узнавать, этому учиться, и как-то пробовать применять в своих собственных видео. Хоть это пока что не очень сильно заметно, но пока что я работаю скорее именно с качеством самой картинки, с качеством звука и прочее, и прочее. Следующий момент, который меня тоже очень мотивирует в YouTube, это то, что так как здесь я только начинаю, ожидания ко мне, следовательно, достаточно низкие. Я здесь новичок, я здесь только ищу свой голос, я здесь только нахожу свою аудиторию. И вот эта вот свобода, которая у меня сейчас есть, это свобода экспериментировать, это свобода пробовать, это свобода делать ошибки, эта свобода постить какие-то видео, которые вообще не наберут, например, просмотры, она меня не, как это сказать, не коробит. Я это все сейчас рассматриваю как часть какого-то учебного процесса. В то время как в Инстаграме, как я уже неоднократно повторяла, тот факт, что на той площадке я присутствую довольно давно, тот факт, что статистики, которые показывают мои посты и мои публикации, они очень сильно влияют на то, какие у меня дальше будут, какие-то рабочие проекты или нет. Следовательно, там я очень сильно слежу за этими цифрами и стараюсь как-то подгонять иногда даже свой контент под то, что зайдет или что не зайдет. В то время как здесь, в Ютьюбе, у меня просто огромное поле для экспериментов и, в принципе, не перед кем отчитываться, потому что у меня тут нет никаких спонсоров, у меня единственное желание — это как-то найти какую-то свою аудиторию, найти людей, которым будет интересно смотреть то, что я делаю. Вот, в принципе, и все. И вот эта вот свобода, отсутствие груза, ответственности на плечах, оно нереальное, оно возможно, по сути, только когда ты только начинаешь делать что-то новое. Следующий важный и интересный момент для меня — это то, что, начиная какие-то свои новые проекты, мне очень сложно удерживать, опять же, регулярность, дисциплину и как-то себя мотивировать, так как зачастую во всех своих проектах я одна, особенно на первом этапе, мне очень сложно как-то поддерживать свою автомотивацию на долгом сроке. Вот у меня подобное что-то случилось с моим магазином винтажных вещей для дома, который я не забрасываю, но немножко забросила сейчас, но у меня есть на него как бы план на следующий сезон. Но, тем не менее, мне очень сложно двигаться дальше и быть постоянно мотивированной без какой-то четко очерченной цели, что с этим делать. YouTube, он мне как-то, сам того не ведая, дал эту цель. И сейчас я плавно перейду к монетизации, потому что это тоже один из моментов, который важен и суперинтересен для меня. Когда я узнала то, что YouTube, он платит своим креаторам, я узнала то, что есть вот этот определенный барьер, которого ты должен достигнуть, прежде чем YouTube начнет тебя рассматривать как потенциального креатора, которому можно платить деньги. Так вот этот вот барьер, он состоит из тысячи подписчиков на канале и четырех тысяч часов просмотров в год. Так вот сейчас у меня есть вот эта вот цель набрать эти четыре тысячи просмотров в год, чтобы как бы хоп и сделать первый барьер на YouTube. И вот эта вот цель, она меня тоже безумно как-то мотивирует, потому что она какая-то суперчеткая, понятная. И вот это опять же то, что мне очень сильно нравится в YouTube, что у них очень много вот этого понятных кусков алгоритма того, как это все работает. И у них есть эта академия креаторов, да, где они объясняют, как, грубо говоря, сделать обложку, как сделать видео, где они объясняют, как загружать субтитры. То есть, я не знаю, это какие-то суперпростые моменты наверняка для каких-то продвинутых ютуберов, но для человека, который здесь только начинает. Огромное количество бесплатного контента, созданное самим YouTube, оно находится просто в супертоступе. И есть такое ощущение, что на первых порах, по крайней мере, возможно, через какое-то время я заговорю по-другому, но на первых порах то, что YouTube, он тебя как будто бы поддерживает, и он тебе дает все возможные инструменты для того, чтобы ты создавал этот контент. И вот мы плавно переходим к монетизации, потому что для меня это стал каким-то, как бы, очень... Ну, я не буду говорить, что это решающим стало моментом, потому что это для меня не стало решающим моментом, но я считаю то, что это один из очень весомых аргументов в пользу создания контента на YouTube, тот факт то, что YouTube платит своим креаторам. То есть, здесь я даже не хочу говорить про какую-то, как это сказать, алчный аспект, да, то, что ты хочешь денег и так далее. Здесь я хочу говорить, во-первых, про то, что ты свободен в рамках их правил, да, на YouTube, ты свободен создавать тот контент, который тебе нравится, и, в принципе, ты не обязан привлекать каких-то сторонних спонсоров, которые будут, грубо говоря, делать product placement в твоем видео. Ты просто за просмотры можешь получать деньги. Я считаю то, что это очень-очень здоровое отношение площадки к своим креаторам. Я уже про это говорила в своем видео про работу создателя контента. Я повторюсь, опять же, здесь, что это очень круто, когда площадка, на которой публикуется контент, она поощряет своих авторов, она поощряет своих создателей контента. То есть, ты своего рода себе создаешь какой-то дополнительный источник дохода, пусть он будет совсем небольшой, потому что доход от рекламы на каналах, которые только-только включили монетизацию, он просто какой-то смешной и мизерный. Но, тем не менее, сам факт этого уже лично меня очень сильно мотивирует. Ну и последний момент, это я уже снова повторюсь то, что я говорила в видео про работу создателя контента. Это то, что контент на YouTube, он как будто бы вечно зеленый. Это прям для меня тоже очень сильно важно, потому что для меня это очень большая боль в Инстаграме. Там, где контент, на который было потрачено огромное количество усилий, просто пропадает со всех радаров через 24 часа, в то время как здесь на YouTube, твое видео, оно как будто бы вечно зеленое, может жить очень много лет на YouTube и входить в рекомендациях людям даже спустя 3-4-5 лет. И это просто действительно очень круто, когда ты видишь, что видео, которое ты запостил, например, месяц назад, в какой-то момент начинает набирать просмотры. И ты такой думаешь, как вообще, почему? Но это очень круто, что оно не пропадает просто в бездне этого огромного количества контента, который ежедневно публикуется на YouTube, оно продолжает жить и находить свою аудиторию время от времени. И я считаю это просто супер-супер круто. Вот, пожалуй, все причины, по которым я решила прийти на YouTube в 2021 году. Я не думаю, что год имеет какое-то значение. И, естественно, 2020 год, когда большая часть нашей планеты отсидела перед своими компьютерами во время локдаунов, во время различных карантинов, это был просто идеальный год, чтобы начать YouTube, потому что все только и делали, что потребляли контент. Это как раз-таки, наверное, начало моего какого-то взаимодействия с YouTube тоже. Поэтому я считаю, что лучший момент — это начать сегодня и начать что-то без оглядки на то, что уже было сделано другими людьми, без вот этих сомнений, что ты потеряешься просто в огромном океане других креаторов, у которых и оборудование лучше, и понимание своей аудитории, и понимание алгоритмов YouTube лучше. Просто если это интересно, если хочется попробовать, я решила попробовать, потому что на самом деле, мне кажется, что основной страх всех тех людей, которые боятся что-то начать, это то, что нас засмеют как родные, так и какие-то люди посторонние, которые увидят то, что мы делают. На самом деле, чтобы посторонние люди увидели, что вы делаете на YouTube, это нужно очень постараться, потому что по рассмотре они не приходят вот так вот просто супербыстро, и как бы над этим нужно тоже поработать. Это, наверное, в принципе, все, что я хотела рассказать про мою мотивацию. Начать создавать какой-то контент на YouTube. Я надеюсь, что эта моя мотивация не пропадет после этого десятого видео. Более того, я себе поставила такой как челлендж во время поездки, которая должна у меня, надеюсь, случиться в июле, когда я буду отсутствовать три недели, чтобы мои видео продолжали, тем не менее, регулярно выходить. И по-хорошему, это видео выходит как раз-таки в момент, когда я уже нахожусь в отпуске, и должно будет выйти еще одно видео на следующей неделе, когда я тоже буду в отпуске. Поэтому я вот так заморочилась и решила создать контент с той идеей, чтобы ниточка вот эта моя еженедельная не прерывалась. Это было мое третье разговорное видео вподряд, поэтому в следующем видео будет обязательно какой-нибудь влог. Поэтому, если тебе интересно, то обязательно не забудь подписаться на канал. Если это видео тебе понравилось, или ты нашел для себя что-то полезное или мотивирующее, пожалуйста, поставь ему лайк или поделись с кем-то, кому это видео может также показаться полезным, потому что каждый лайк, каждый просмотр помогает этому видео быть увиденным большим количеством людей. Ну и большое спасибо, что досмотрела до конца. Мне очень приятно, что ты возвращаешься на мой канал, и увидимся на следующей неделе. Пока-пока!